а ребят всем привет всем привет приехал я на школу на школу сейчас снимал только что галю записывала сейчас буду записывать люду запишу сразу два ролика потому что у меня такой мини отпуск на недельку уже в каминск родителям камин шахтинский поеду родственников своих побалу как у меня многие опять же комментариях пишут и говорят ну а как твои родители не столько натерпелись и как все нормально слава бы натерпелись да все прошло знаете жизнь поменяла сейчас живут в радость улыбаются довольно нянчатся с моей дочкой с внучкой жизнь поменялась каждый человек имеет шанс на что многие пишут да не надо пускай они сдохнут не помогая я был вообще просто таким плохим человеком уже пять лет живет резать вместе я помогаю другим ребятам занимаюсь социальными проектами нашей стране мои родители очень рады каждый человек имеет шанс свою жизнь поменять поэтому не будьте люди такими злыми наркоманы даже кончены самые плохие нехорошие не могут свою жизнь поменять и давайте им этот шанс будем давать хорошо это так подписчик а так поехали так люда привет привет как у тебя дела хорошо давай представься потому что так я не видел не знает давай как зовут тебя меня зовут людмила мне 45 я родом из города смоленска вот но последние 14 лет жила в мурманской области на севере что привело тебя к нам ну как и всех проблема вот алкоголь вот в реабилитации первый раз нахожусь здесь уже седьмой месяц как-то 7 месяцев реабилитация скажи подожди реабилитация это плен или не свобода или что-то другое то многие говорят на плен не свобода нет ну ты если хочешь здесь плен найти ты плен найдешь я не знаю это отношение каждого если ты идешь сюда спасаться для тебя как реабилитации мне хорошо я не честно я не заметила как это время пролетело просто очень быстро даже иногда страшно становится что у тебя так вся жизнь пролетает все нет все хорошо нравится да процесс идет у тебя да ну ты если 7 месяцев назад оглянуться ты ты 7 месяцев назад и ты сейчас разница есть ну конечно огромное да ну что ты чувствуешь что тебе поменялось да поменялось прежде всего отношения ко всему вообще жизни к людям каким-то вещам ценности жизненные меняются да много чего меняется вообще-то другой становишься даже не знаю ты утром просыпаешься и у тебя другое настроение то есть по-другому живешь просто и все скажи просто мы в тот раз с тобой снимали ролики многие там начали подписчики писать да вот она первый раз там села по малолетке она уже торчало употребляла хотя ты сказала что там попробовал первый раз там где-то в армии с мужем да а первый раз почему что случилось как ты попала в колонию ай да у меня вообще у меня на самом деле проблемы с алкоголем начались со школами бы я как попробовала как бы и алкоголь ты из моей жизни никогда не уходил и постоянно у меня какие-то проблемы возникали именно поэтому я это прекрасно понимала но мне так хорошо же было а почему проблемы с алкоголем что за семья было до обыкновенная семья то есть мы жили папа мама бабушка дедушка там до этого с нами еще жили там моя крестная с мужем то есть блин обыкновенная семья я не знаю все работали я не знаю и рада вечера и работали да я была сама себе предоставлена но на проблемы с алкоголем скажем так у меня у мамы были там да и у папы и там бы наследственности у нас там не очень хорошо проблемки они были прям алкоголиком или выпивали просто все выпивать но мама как бы умерла по алкоголь причина была и папа в итоге тоже что заходит цирроз или замерзла детали что но есть стало плохо сердцем у него было там то есть но правильно сейчас скажу после похмелья а было похмелье большой период очень сильно употребляла алкоголь как бы и в один прекрасный момент как бы сердце выдерживаешься мама умерла папа как бы так и жил один употреблял каждый день стабильно и в итоге тоже там у нас у папы цирроз как бы вот так все закончилось крестное у нас тоже самое то есть хотя в свое время она доктором было и как бы но не знаю такую никто не думал что она закончит этим но как-то вот из своих жизненных проблем она плавно перешла в алкоголь это же все закончилось очень печально как бы да блин и много родственников у нас таких родственников у меня брат только родной где живет но он вообще в смоленске был сейчас они в москву перебрались ну да и с ним отношения конечно хорошая он старше младше плач на 12 лет он путеву не путеву это путевый до себе оказался он в отличие от меня как бы вообще моя противоположность по тебе тоже не скажешь что ты знаешь там и сидела и имеешь там и проблемы с наркотиком вон ты тоже спокойно и интересная харизматичная не наш но не скажешь со стороны что ты какая-то не такая но я вообще хорошая когда не употребляю мы заметим умная была так и вот расскажи что приводки к первому соку слушай но алкоголь и естественно то есть он прямо там роль такую хорошую сыграл сделать да блин ну во первых я всегда хулиганила самого детства стоял на учете в милиции я всегда дралась и всегда на дискотеках мы употребляли блин на такое время было я не знаю мы все такие были микро мое окружение все такое было а ты всегда у тебя короткая слишком было не ну почти ну нет там в школе еще что-то у меня там до плеч отрастала какие-то коски там я не знаю хвостики какие-то а так да ты пацанка блин наверное да больше чем там да ну и сейчас уже в женщину превращаюсь что-то происходит с тобой ты все равно же блин ты можешь там одеть и не знаю строгую юбку там я больше десяти лет в офисе проработал ты все равно одеваешь там строгую юбку каблуки ты там весь такое все равно ты там домой приходишь одеваешь шорты такой какой то есть все равно вот так вот от этого денешься если такой и что как первый срок расскажи ну и вот и была же у меня большая любовь вот по полете был мне было тогда 17 вот его посадили он был старше меня вот и как бы все у меня же горе я плакала ночами сопли в подушку и хулиганила и потом значит я разбила в магазине витрину зашла в магазин ждала пока привет полиция вот мне дали условный срок я продолжала хулиганить и в итоге мне условный срок заменили на реальное лишение свободы и все и отправили меня в воспитательно-трудовую колонию до малолетки жесть была на малолетке жесть или нет да ну это есть какие-то моменты конечно неудобные там тебе не хочется в 6 утра вставать бежать на зарядку тебе не хочется заправлять постель все делать по режиму или там да ну нет друг дружка не дрались ну бывало почему нет не просто нам малолетки на пацанячий короче ну там жестко реально жестко торч нужно отстаивать там короче драки бьют короче но жестко на самом деле просто нет на женскую девочек ну нет там тоже всякое бывает почему нет но по крайней мере я под такое не попадала поэтому у меня там семья хорошая была я как-то попала под такое хорошее крыло как бы меня все обходило а сейчас скажем это тебя что ты наш к 3 на школе сегодня школа цели и сколько уроков прошла 4 сдала 4 уже звала как я на школе скажу хорошо ну центр школа ну блин сейчас попытаюсь но в центре ты как-то больше скажем так я не знаю даже не объясни как ты там больше наполняешься приходишь в себя как-то знаешь там мировоззрение свое меняешь во первых там у тебя же там постоянно меняется ли коллектив то есть очень много приходит людей которые вот такие же как ты только пришел свеженькие свеженькие до пирожки вот эти поступают то есть ты пытаешься еще вот людям там чем-то помочь подсказать и тут же и на себя смотришь блин там какой-то немножко знаешь вот эти вот задатки ты получаешь правильные вот кстати ты там либо их получаешь либо не отношению покраски цен они закладываются там если ты их получил правильно у тебя все пойдет хорошо потому что ты вот если ты там вот понял что да надо вот так вот и никак по-другому как бы туда а есть ты там будут так они в основном люди и срываются уже из центров понимаешь не со школы же то есть есть ты там уже решил принял решение ты пойдешь дальше если нет ты уже оттуда сорвешься скажешь все понял я пошел там ну ты поняла такую основную мысль реабилитации что ты и я мы всегда должны служить людям однозначно потому что у тебя и у меня есть опыт тот который мы получили но уже я плохо и стал хорошими этим опытом нужно делиться если не будем делиться будем опять проблему не вам кстати ты же алкоголик у нас бывший скажи пожалуйста вот новый год все прошло как новый год без алкоголя сочно но у меня же не первый год без алкоголя поэтому я могу сказать что новый год без алкоголя это всегда круто но первое что первого числа просыпаешься это свежая голова галя тоже сказка 1 ты просыпаешься течу не болит тени там не сушит мне там не знаю ничего тень ну ты просто проснулся эти прекрасное хорошее утро на самом деле ты также вечером веселился там и там также танцевали мы вкусно кушали там я не знаю но мы ну то есть новый год когда ты грубо говоря прибухиваешь да и новый год когда ты не прибухиваешь ну ты у тебя я не знаю у тебя такой же прекрасно у тебя такой же новый год как у них только ты утром просыпаешься у тебя все хорошо ты ничего не натворил ты рожу себе не разбил у тебя нет похмелья то есть ты негатив весь ну ты его не берешь с собой да а люди которые там отмечали как вы раньше да они утром проснулись там кто-то не вернулся домой да пошел гулять на чудил такого чудил что страшно вспомнить кто-то в полиции проснулся понимаешь у кого-то еще на просто ногу сломал не дай бог там просто всего что происходит вот после таких больших попоек пьяных там я конечно им весело и нам было весело но нам лучше вот но нам не надо сто процентов вообще не надо поэтому на самом деле да новый год прошел но я не могу сказать конечно немножко грустно было потому что ты же думаешь я вот ну там но мне все мысли были как-то там дочку обнять вот как она там да ты понимаешь она там сидит там на елочку смотрит а мамы нет а мама там свинья такая где-то там непонятно чудо конечно вот эти мысли как бы но ты понимаешь что лучше моя дочь там полгода меня не увидит но потом увидит маму которая трезвая которая там не ругается матом которые не курят да и я думаю что это лучше если бы и сказали кир ты знаешь твоей мамы больше нету но я считаю что это лучше поэтому я себе сейчас эти мысли говорю четко каждый день проговариваю когда меня становится очень грустно очень скучаю вот и я себя успокаиваю тем что лучше так чем мой ребенок узнает что меня не нужно очень часто говорят лучше не быть вообще никаким примером чем плохим пример лучше какое-то время не быть примером плохим а потом приехать и стать хорошим я тоже так считаю поэтому у нас все впереди надо просто но всему свое время мы ну я много чего натворила и поэтому я прекрасно понимаю чтобы вот за всю жизнь все это исправить на это тоже нужно какое-то время это не исправляется за один день за неделю за месяц на это тоже нужно время его нужно пройти потому что ты блин усиленно старался все засрать а теперь также усиленно нужно стараться все очищать и это работа я тебе так скажу из собственного опыта бог тебе и мне помогает очень быстро исправить что он было в прошлом на награжено испорчено реально вот прошло 5 6 год у меня трезвости идет я очень много своей жизни но поменял кому-то помог пересмотрел значит очень быстрыми темпами начал исправлять поэтому тебе и мне бог даст эту возможность исправить очень переживай нам подито время даже при умножить то чего мы когда-то потеряли с тобой нет нереально мне бог помогает потому что вот но мне там многие спрашивают блин ну что у тебя вот за пока ты в центре там у тебя не было ни разу что вот прямо все я ухожу собираю чемоданы блин да нет не было да я не за этим ехали нет ну просто я приняла для себя решение что я приеду и я еду мне не так может быть много времени осталось да мне некогда больше уходить приходить там чудо блин нету этого времени просто нету его но ты либо сейчас либо там и не знаю может уже там второй раз сюда не вернешься жизнь она такая интересная штука тебе бог дал ну ты лучше возьми сейчас чем потом жалеть что потом шанса не будет конечно ну зачем хорошо ну ладно ли спасибо большое хорошо получать наш ребят поздравить подписку с новым годом я хочу поздравить всех ребят хочу сказать чтобы все верили в чудеса блин они есть точно прям знаю точно есть надо просто верить там вот но наверху он все видит он знает вот я желаю чтобы у каждого из вас в этом году случилось прям реально чудо какой-то от которого вообще будете в шоке то что вообще не ждали не гадали пусть прямо у каждого случится и ребят ставьте лайки правда но это ваше внимание говорит о том что вам не безразлична наша жизнь наши судьбы что вы нас смотрите по крайней мере вот до конца дослушиваете значит вам интересно вы за нас переживаете может быть кто-то молится и мы за вас молиться будем спасибо спасибо пока пока